Доброе утро, дорогие телезрители! Здравствуйте, Амурская область, вставай уже! Сегодня с вами это утро, встречаем мы Алексей Римон. Евгения Монакова, Женечка, с приятными новостями. Ну, во-первых, сегодня пятница, самый любимый рабочий день. Ну и, конечно же, сегодня последний день второго месяца зимы. А вот этой новостью ты меня действительно порадовала, потому что я, наверное, жду эту весну, как никто другой. Но сегодня, подожди, не надо расслабляться. Пятница еще вся впереди, между прочим. На пятницу, как правило, все откладывают свои важные дела, поэтому нужно поработать, зарядиться. Ну, а мы сейчас попробуем вас зарядить еще больше, и поэтому расскажем анонс того, что будет в нашем эфире. Итак, сегодня нас ждет встреча с куратором конкурса социальной рекламы «Отражение». Расскажем, какие в этом году условия и когда уже можно заявляться. Сделаем экскурс в амурскую историю и узнаем, что делал благовещенский Антон Чехов на днях из полной 160 лет с его рождения. Специалист даст советы, как правильно носить маску, а мы посмотрим веселые фото участников конкурса «Маска АУ-ТВ». А также будет сюжет о константиновских лоскутницах, которые своими работами покоряют сердца амурских модниц. Ну и прямо сейчас я предлагаю ознакомиться с важными новостями Амурской области в свежем выпуске новостей прямо сейчас, а мы с вами встретимся буквально через 10 минут. Ну а мы снова в студии, продолжаем дальше и самое время поговорить о праздниках дня сегодняшнего. Сегодня у нас 31 января и как бы это ни было бы удивительно для зимы, тем более сегодня отмечается день рождения русской водки. Ну что удивительно, обтираются люди, когда холодно, согреваются. Конечно. В 1865 году в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию о соединении спирта с водой. Ну вот собственно поэтому, я так понимаю, праздник отсюда корни и берет, да, начало. Ну это как бы праздник праздником, но мы не заставляем вас его отмечать. Ой, еще как, мы наоборот призываем не отмечать. Давайте отметить, можно, кстати, другой день, день ювелира. Вот для девочек, для всех эта профессия, безусловно, близка, практически родная и понятная, да. Я думаю, во мне тоже можно это заметить. Кто вообще из девочек не любит ювелирные украшения? Тоже удивительно, почему 31 января отмечается этот день? Просто обычно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Вот это вот как раз, которые появляются на украшении. А я вот что придумал, сегодня можно объединить все эти два праздника и отметить их вместе. Но я сейчас объясню, без вреда для здоровья, а наоборот даже с пользой для своих золотых украшений. Ведь в золоте, точнее в водке золото очень хорошо отмывается. Правда? Да. Ну что ж, отметим необычным образом праздник. А какие еще поводы для того, чтобы порадоваться за Амурскую область, есть у нас сегодня, расскажет Оксана Холодова. Смотрим рубрику «День в истории». В этот день сообщили, что Дальневосточное высшевоенное командное училище станет единственным в России вузом, выпускающим горных стрелков. Это будут альпинисты, умеющие воевать в горной местности. Практиковаться курсанты будут на севере Преамуре и на Кавказе. В Амурской области начала работу Международная ледовая дорога. Грузопассажирская переправа была открыта в Михайловском районе. Трассу проложили по Амуру. Она связала российское село Паярково и китайский поселок Сюнькэ. В этот день впервые в Преамуре установили программно-аппаратный комплекс для видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчета голосов в ходе выборов. Комплекс разместили в областной филармонии, где находится избирательный участок номер 132. 40 одаренных детей, обучающихся в школах Благовещенска, получили стипендии. Премии выдали юным музыкантам, спортсменам, отличникам, победителям и призерам международных конкурсов. Также среди стипендиатов оказался благовещенский школьник Роман Орезников, который вошел в число 100 лучших учащихся России. На картах Google появилась возможность виртуально прогуляться по Благовещенску. В состав сервиса включили панорамные снимки улиц, домов и достопримечательностей столицы Преамурья. Картографы запечатлели весь город целиком. Даже отдаленные его районы – КПП, Тайвань, Плодопитомник. Только до чигирей, которые многие воспринимают одним целым с Благовещенском, специалисты Google не добрались. Ложный теракт в Магдагачинской школе устроил ее ученик. За желание сорвать уроки ученику грозило наказание по статье заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве. И штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы. И мы продолжаем наш пятничный утренний эфир. Жень, ну я с подарками, естественно. У меня дефицитные, уникальные вещи. Балуешь. Оба. Нормально. Ну, если честно, сейчас маска более чем актуальна, просто потому что в аптеке их с огнем практически не сыщешь. И по идее, так как все-таки границу закрыли, да, и тут столько событий, связанных с защитой от вирусов, мы должны вести наш эфир прям вот так вот. Ну, правильно ее надели? Да, вроде как правильно, красивенько, но чтобы это еще и было эффективно, мы посмотрим рубрику «Надо знать» прямо сейчас на Мурском областном. Узнаем, сколько мы должны в эфире в Москве сидеть. Так, все, смотри, чуть-чуть вот так, оп, оп, и у меня все, хорошо, смотрим. Медицинская маска может стать защитой от вирусов. Это подтверждают врачи, однако не все амурчане знают, как правильно ее носить. Мы провели эксперимент среди работников нашей телекомпании, предложили надеть медицинскую маску так, как они ее носят в обычной жизни. И вот, что выяснили из семи моих коллег, лишь двое средства защиты использовали правильно. Все медицинские маски бывают разных цветов, но каждая сторона имеет свой оттенок. Одна более спокойная, светлая, другая более яркая и насыщенная. Именно этой стороной наружу и нужно надевать средства защиты. Дело в том, что такая цветная сторона является фильтром. Он обработан специальным веществом и не допускает попадания микробов в дыхательной пути. Еще одна подсказка. Петельки к маске всегда пришиваются с лицевой стороны. Теперь вы точно знаете, как правильно носить это средство защиты. Но помните, что маска не может на 100% предотвратить заболевание. Больным людям нужно носить маски для того, чтобы защитить от своей инфекции других людей. То есть эта маска – это наш барьер, который не дает попадать инфекции в окружающую среду. Либо наоборот, если человек здоров, то маска не дает инфекции проникнуть в его дыхательные пути. Так как дыхательные пути – это наши входные ворота инфекции. Надев стерильную маску, плотно закройте нос, рот и подбородок. Старайтесь сильно не трогать ее руками. Ведь именно на них больше всего микробов, которые могут попасть в организм через слизистую глаза, рта или носа. Поэтому чаще мойте руки с мылом или же обрабатывайте их специальным дезинфицирующим средством. Если маска стала влажной или сырой, следует ее заменить на новую. Поскольку маски имеют такое свойство, как накапливать на своей поверхности микроорганизмы, то их нужно менять каждые два часа. Если вы вдруг почувствовали недомогание, кашель, у вас появилась температура, признаки остро-респираторной вирусной инфекции, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Обращайтесь в медицинскую организацию по месту жительства. Если же вы предпочитаете носить вот такие модные сейчас тканевые маски, помните, их нужно стирать каждые три часа в горячей воде с мыльным раствором. А после высыхания погладить утюгом с двух сторон при максимальном нагреве. Носите средства защиты лучше в местах большого скопления людей, особенно в больницах, общественном транспорте и в магазинах. А вот на улице маску лучше не надевать, ведь на свежем воздухе риск заболеть сводится к нулю. Будьте здоровы! Ну что, все, да, научились правильно надевать маски, теперь можно их снять, потому что говорить, если честно, в ней не очень удобно. Хотя сейчас масочный режим, безусловно, введен во всех учебных заведениях, и поэтому в оптичной сети пропали, собственно, маски. Мы надеемся, что участники нашего конкурса смогут их найти. Правда же? Маска, помимо того, что сейчас must-have в Амурской области, это еще и хорошая возможность получить подарки от Амурского областного телевидения. У нас проходит конкурс «Маска АУТВ». И что мы предлагаем? Предлагаем веселить себя и людей, потому что, в конце концов, веселье точно поднимает иммунитет. Сопротивляться вирусам будет проще. Можете нарисовать что-то на маске, дополнить, так сказать, реальность, и прислать самое вот такое веселое, красивое, креативное фото к нам на наш номер WhatsApp. Или же можно выложить в сети интернет, в Инстаграме. Да, с хэштегом «Маска АУТВ» мы выберем самую лучшую и вручим подарочки. Ну и, конечно же, как сказал Женя, улыбка повышает иммунитет. В общем, улыбаемся и смотрим следующее видео. Редактор субтитров А.Семкин Скажу сразу, что в маске, конечно, на улице крайне некомфортно. Хотя на морозе, говорят, погибают все вирусы. Правда же? Ты вот на мороз собираешься выходить в эти выходные? Конечно, я поеду со всеми своими вирусами, я их все соберу, мы выйдем за город, и там... Отпустишь их в чисто поле. Под приятный аромат свежего шашлыка я с вирусами распрощаюсь. Ну, до этого убедись обязательно в том, что прогноз погоды хороший, потому что у нас коварная морская зима. Она сначала отступает, а потом заново наступает. У нас еще впереди целый месяц. Ну все, заодно и узнаю, сколько свитеров мне доставать из шкафа, один или два. Ну, все вместе сейчас посмотрим. Накануне 29 января исполнилось 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. И именно поэтому сегодня у нас в гостях Анна Андреевна Юрьева. Она является менеджером по культурно-массовому досугу. Библиотеки имени Чехова. Доброе утро. Молодежной библиотеки имени Чехова. Совершенно верно. А почему библиотеку-то назвали, Доброе утро, да, почему библиотеку-то назвали именно в честь Антона Павловича? Ну, естественно, уже, мне кажется, каждый житель города знает, что у нас тут проездом, пусть всего недолго два дня, но был Антон Павлович Чехов. И в 1954 году, собственно, чтобы увековечить память этого писателя, библиотека была названа его именем. Все очень просто. А он здесь, собственно говоря, почему находился в Амурской области? У него был какой-то тур по Дальнему Востоку с книгами или как? Ну, сейчас Анна целую историю. На самом деле, да, на самом деле, с книгами, зря вы думаете, что он ездил именно с книгами. У него не было вообще домашней библиотеки, это интригующий факт, наверное. Покупал, он книги бешено читал и дарил. А, собственно, отправился он на остров Сахалин, как он сам говорил, для того, чтобы отдать дань медицине, наконец-то. Не литературе, а медицине. В итоге, собственно, расплатился и с той, и с другой, с литературой, и с медициной. Потому что на остров Сахалин он поехал с благородной целью показать, как живут каторжники, как живут ссыльные. Это была действительно огромная проблема, потому что были и вечные ссылки, и наказания, и ужас, ужас, ужас. Ну, в общем, он исправил ситуацию, и на самом деле к лучшему стало все на Дальнем Востоке, и ему за это честь и хвала. Ну, так один человек может изменить практически ход истории, да? Да, вполне очень даже. И Чехов, даже у него был такой дар, он удивлял своих друзей тем, что он мог предсказывать будущее. Правда? То есть там немножечко, но, правда, мог. А что из примера? Предсказания сбывались? Да. Сбывались предсказания. Все они, конечно, такие немножечко мрачные, потому что, как правило, экстрасенсы чем и промышляют. Ну, да, он предсказывал, и, собственно, даже собственную смерть он предсказывал. Но не будем о грустном. Да. Надо повеселить. Может быть, он тут что-то оставил, будучи в Благовещенске, и это теперь хранится где-нибудь в музее или, опять же, в библиотеке? На самом деле, никаких особенных следов пребывания Чехова в Благовещенске не осталось. Даже многие спорят о том, был ли он вообще в Благовещенске, то есть там целые научные диспуты по этому поводу. Остались письма. Есть три письма. До того, как он прибыл в Благовещенск, это ехал он от Покровского до Благовещенска на теплоходе «Ермак». Потом письмо из Благовещенска, собственно, с Благовещенским штемпелем. Написал он Суворину, своему издателю. И письмо уже, когда он подъезжал к селению Хабаровка, ныне Хабаровск. То есть тут какие-нибудь небольшие заметки. Ну, может быть, там написано вот в третьем письме, что «Ох, уехал из Благовещенска. Как мне там понравилось?» Да, в каждом письме он писал о том, как ему нравится Благовещенск. Если вы знаете, есть такая история с городом Томском. В Томске ему не очень понравилось. Он там пробыл неделю. Собственно, томичи ему отомстили и поставили прекрасный памятник. Знаете, да, с большими такими ногами. Чехов глазами пьянчушки, который не читал «Каштанку». Благовещенскому понравился. Ему здесь было действительно хорошо. Он даже говорил, на Амуре я бы с удовольствием прожил года два. То есть Благовещенск его удивил свободой, удивил красотой природы. И так он говорит, мне немножечко даже напоминает по своему антуражу такую неисследованную Америку. Была же романтический орел вокруг Америки. Такое золото, золотая лихорадка. И вот город ему напомнил ровно то же самое, что здесь все говорят о золоте. Абсолютно свободный. И последний ссыльный живет лучше, чем первый генерал в России. То есть ему очень нравилось. Можно сказать, если поставить знак «равно» между современными тенденциями, сейчас же есть тревел-блогеры, они катаются по разным городам. Ты хочешь сказать, что Антон Павлович такой тревел-блогер? Да, да, да. Своего времени. Вполне. То есть сейчас блогеры катаются по городам и говорят, где им нравится, где нет. Антон Павлович точно так же поступил. Но он писал об этом. И, собственно говоря, нам, жителям Благовещенска, безумно приятно, что Антон Павлович, прошу прощения, выделил наш город как топ. Да. Кстати, про тревел-блогера вполне себе. Потому что он мало того, что написал «Остров Сахалин», это вот, собственно, перепись, анализ вот того же ситуации на острове, да. Но еще при этом у него был путевой лист корреспондента, и он написал еще девять очерков из жизни Сибири. И потом он отправился, собственно, в Азию. Он был на острове Цейлон и возвращался таким большим азиатским путешествием. Даже привез себе домой мангуста из этого путешествия. Ничего себе. Ну, действительно, такой тревел-блогер вполне себе подойдет. Орел и решка. Тем более, да, короткие рассказы. Он же мастер короткого рассказа. Он столько всего наблюдал. Действительно, если такие реалии, параллели проводить. Вполне очень даже похоже. Чем, собственно, прославился. Мне вот интересно, вы же проводите у себя в молодежной библиотеке лекции про Антона Павловича. Часто приходится рассказывать? Ну, в том числе я провожу, да, у нас есть клуб доступной литературы «Лид Сплит». Собственно, можете на нас подписываться смело. К слову о блогерстве, да. И каждую среду в семь часов у нас проходят лекции. Лекции абсолютно разные. Современная литература. В этом году я делаю упор на современную литературу. И параллельно, да, о классике говорим. Потому что, оказывается, классика интересуется намного больше, чем современная литература. И я была совершенно удивлена этому. Молодежь интересуется? Чехов в том числе входит в такой золотой топ, наверное, десяти авторов, про которых спрашивают все время. Ну, она только что рассказала нам действительно столько интересного и удивительного, да, про Чехова. А молодежь, что больше всего, какие факты удивляет? Вот на что они реагируют? Личная жизнь, конечно, всегда всех интересует личная жизнь. Ну, просто это потому, что в школе все-таки мы знаем сухие факты. Даты, биографии, что написал. Никто не понимает, почему он это написал. Почему он тот или иной факт тех или иных людей изображал. У него было замечательное хобби. Он записывал смешные фамилии. И, собственно, все их он использовал в своих произведениях. Тот же вот «Лошадиная фамилия», всем известный рассказ, где неожиданно оказывается, что не Кобылкин, да, не Лошадкин, а овсов. Это вот, собственно, отражение его такого небольшого хобби. И про писателей действительно очень много таких фактов. О них я, собственно, рассказываю. Ну, и мы учимся анализировать. И даже у нас был такой опыт, рок-поэзию анализировали. Если говорить о Викторе Цое, было безумное количество людей. На мероприятии. Это было здорово. Слушайте, ну для меня сегодня Антон Пауча раскрылся просто с каких-то новых сторон. И блогер, и юморист отчасти, да. Потому что эти смешные фамилии. И путешественник, в общем, действительно. И перепись провел на острове Сахалин. О, действительно, все факты рассказать вот так в рамках нашей короткой программы, к сожалению, не получится. Поэтому приходите на лекцию в Молодежную библиотеку. Анна, когда и по кому? Каждую среду в 7 часов. Ближайшие. Да. Следующее, это 5 февраля, в 7 часов вечера, будет у нас такая лекция. Это литература в сетях, ВКонтакте, Инстаграм, сам издат и прочие ресурсы. Вот это да. В общем, самое-самое интересное для молодежи 100%. Спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. Отличные вам пятницы. Ну, а мы вот такие вот новости сегодня с вами узнали про Антона Павловича Чехова. А какие новости в областном центре и в Амурской столице, мы узнаем через пару минут. Астрологи уверяют, что в зависимости от того, кто мы по знаку зодиака, от этого зависят наши музыкальные пристрастия. Давай проверять. Давай. Вот ты кто по гороскопам? Я Весы. И слушаешь? Рок-альтернативу. Так. А ты кто? Я где-то близко, я телец, тоже люблю рок, но ты еще немножко блюз. Так, мне кажется, не работает эта теория. Мы прям сейчас ее провергли. Зато самое главное, что работает астрологическая служба Амурского областного телевидения. И прямо сейчас мы узнаем, что ждет нас на сегодня и что нам предсказали звезды на сегодня. Вот это самое главное. Увны. Звезды рекомендуют провести день на подъеме. Нет, не по этажам бегать. Возьмите на вооружение талант, энтузиазм и здоровые амбиции. И главное, не за деньгами гонитесь, а укрепляйте свое влияние в обществе. Тельцы. Вам захочется веселой жизни, беспечности и много денег. Увы, выглядеть вы будете неважно. Пора взять отгулы и уйти в отпуск. Отдых вам просто необходим. Компания единомышленников. Вот что вам нужно. Близнецы. До весны еще далеко, однако яркие краски в образ внести разрешается. Конечно же, если есть такое желание и возможности. Рыжину, волосы, синий бордовый шарфик без в ребро. Что еще нужно, чтобы отвлечься от проблем? Раки. Предстоит подвести итог всему месяцу. Работали вы качественно. Отношения с избранником почти сказочные, а копилка с деньгами переполнена. Нужно срочно заняться чем-нибудь таким, чтобы душа заиграла. Львы. Сегодня вам предстоит стать дипломатом, чтобы не нарушить обязательства и не поругаться с коллегами. Споры ни к чему, они лишь отдалят или собьют с пути. Безнадежных ситуаций не бывает, поэтому все, что происходит в личной жизни – ваша заслуга. Девы. Если вы не прекратите заниматься ерундой, то увидите массу перспектив, даже в мелкой работе. Будьте ответственнее и набирайте сил. Весы. То, что вам мешает, оно и поможет. В этом вы убедитесь на 100%, когда лоб в лоб столкнетесь с конкурентами. Единственное, о чем нужно серьезно позаботиться – это о финансовом положении. Держите его под контролем. Скорпиона. Возможен финансовый кризис. Пора обратиться за помощью к родственникам, иначе ситуация осложнится. Искусство коммуникабельности поможет избежать конфликтов на работе. Стрельцы. Сегодня по привычке вам все сойдет с рук. Даже пробелы в работе не заметит начальство. Но не следует надеяться, что это затянется надолго. Скоро ваши замыслы раскусят, поэтому круто меняйте поведение. Козероги. Чем вы инициативнее в профессиональных делах, тем ближе карьера. Финансовая ситуация разгладится, как шелковый платок. От кредитов откажитесь. Водолей. Домашняя рутина поглотит до такой степени, что вы забудете про личные дела. Возможны проблемы со здоровьем, если пить кофе литрами. Рыбы. Сегодня вы похожи на батарейку, заряжающую всех своей неуемной энергией. С вами рядом даже стыдно хмуриться и грустить. Сплошной позитив. Удастся наладить отношения с теми, с кем были в ссоре. Жень, а вот помнишь, ты сегодня рассказывал, что сегодня в пятницу 31 января отмечается день ювелира. Ты хочешь дополнить мою информацию? Ну, не совсем. Мы, точнее наши коллеги, вышли на улицы города и узнали у жителей Благовещенска, что они больше любят. Золото или серебро? Вот мне интересно, правда, что победит, потому что, насколько я знаю, в моде сейчас очень серебряное украшение, но мне кажется, мурчане больше любят золото. Проверим? Вот это за что? Я за серебро. Я тоже. А за что наши жители, узнаем прямо сейчас. Не знаю, мне не нравится ни золото, ни серебро. Серебро? Золото на мне не держится. Вот, серебро. Но потом я дева, у меня серебро это мое. Серебро. Дешевле и практичнее. Я 55 лет отработала, никогда нареканий не было, от неблагодарности. И люди по сей день меня встречают, благодарят за что-то. Вот это самое главное. Это золото, это серебро, это алмазы, это все здесь вложено. Как ты относишься к человеку? Вот это все. Больше мне нечего сказать. Мне кажется, серебро, золото плохо влияет на сердце. Поэтому серебро. Я предпочитаю золото, потому что оно красивее, мне больше нравится. Ну, я больше золота. Почему? Потому что, ну, дольше хранится и не так портит. Не портится, не чернеет. Ну, как-то больше к нему отношусь, к золоту. Хотя я его не люблю вообще. Хоть и лежит, но не носим. Наверное, уже не в тренде. Я люблю больше серебро. Мне кажется, это более смотрится лаконично и эстетично. Ну и продолжим тему украшений. Их, между прочим, можно делать вообще из чего угодно. Из ниток и даже лоскутов. Это да, действительно. Есть такая техника, кстати, известная, пэтчворк. И сейчас, мне кажется, именно эта техника завоевывает умы всех швей села Константиновки. Потому что у них действительно в селе отдельные люди ввели моду на такие изделия снова. Хотя мне кажется, что это вечная совершенно тема. Ты видел же лоскутные одеяла? Конечно. Мы еще когда маленькие были, в принципе, все пользовались и шили постоянно эти лоскутные одеяла. Поэтому это вечная тема, модно всегда. А об этой моде чуть более подробно расскажет Юрий Камышный. Внимание! Аккуратно, строчка за строчкой, мастерица готовит один из элементов для нового платья. Работа кропотливая, требует сосредоточенности. Малейшая ошибка и изделие считается браком. В своем небольшом производстве девушки используют самые разные техники. Оттого, каждая работа, как, к примеру, эта зимняя сказка, не имеет аналогов. Она выполнена в технике Синель. Когда накладывается несколько слоев ткани на основу, прострачивается очень близко, строчки накладываются. Затем разрезается, щеточкой расчесывается, начес такой получается, мех, можно сказать. И у нас получается удивительная вещь. Всем премудростям кройки и шитья учит Ирина Ли. Несколько лет назад педагог всерьез занялась лоскутным шитьем и решила привлечь к этому направлению своих подопечных. Тем более, что такая отделка украшает любое платье. Из лоскутков можно сложить целую картину или применить их в отделке сумок. Главная фантазия и терпение. Эту технику иногда даже сравнивают с приготовлением пиццы. Основа – это тесто. Начинку укладываете, можете рисунком, можете разложить хаотично. Затем накладываем сверху прозрачную органзу, сыр запекаем, то есть отстрачиваем. И получается вот такая вещица. Можно эту основу применить и для сумочки, и для подушки. Несколько подзабытое лоскутное шитье сегодня снова входит в моду. Среди лоскутниц даже проходят профессиональные конкурсы. Вот и константиновские швеи решили очередную свою коллекцию декорировать кусочками ткани. Новая линейка от константиновских дизайнеров будет называться «Осколки радуги». Сейчас мастерицы прорабатывают цветовую гамму, стиль, придумывают, какие ткани использовать. Меня вдохновляет любая цветовая гамма. Это может быть природа, цветы, картины. Любое, где есть яркий цвет, может послужить вдохновением для создания эскиза. Какими будут «Осколки радуги» из Константиновки, искусствоведы и модные критики узнают в конце года. Мастерицы хотят представить свою новую коллекцию не только в Преамуре, но и продемонстрировать ее на одном из российских конкурсов мастеров лоскутного шитья. Ты меня не боишься, я тебя не трону, ты не успокойся. Юрий Камышный, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. В этом году в Благовещенске уже в 14 раз пройдет конкурс социальной рекламы «Отражение». Именно поэтому сегодня в нашей студии замечательная гостья. Это куратор этого конкурса Полина Козарезова. Полина, доброе утро. Доброе утро. Полина, 14 лет подряд – это, конечно, такой огромный срок, тем более, что это конкурс социальной рекламы. Кажется, ну, это не так просто каждый год что-то придумывать, находить участников, правда же? Да, да. Но, тем не менее, конкурс этот ждут, в конкурсе в этом участвуют. И тот продукт, который мы получаем на выходе, он актуален, он нужен, поэтому этот конкурс мы с удовольствием проводим. А какая актуальная тема в этом году, в 2020-м? В этом году главной темой конкурса мы выбрали тему, посвященную 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Называется она «Никто не забыт, ничто не забыто». Ну, то есть год памяти и славы решили отразить и здесь, в конкурсе. Ну, тема, я думаю, будет очень непростая, действительно, потому что зачастую молодежь выбирает все-таки для социальных роликов какие-то другие темы, достаточно им близкие, да? Да. Ну, в этом году мы решили акцентировать внимание молодежи на данные темы. Как правило, работы, которые посвящены этой теме, они получаются сильными, пронзительными, запоминающимися, поэтому я думаю, что все получится. Ну, а если вдруг для кого-то эта тема кажется сложной, можно же выбрать любую другую? Есть второстепенные темы? Ну, есть свободные темы, ребята определяются сами, это темы, посвященные здоровому образу жизни, посвященные городу Благовещенску, семье, темы «Мы против наркотиков», посвященные безопасности правил дорожного движения, да, против алкоголя. То есть мы не ограничиваем, ребята могут поднять вообще свою какую-то тему, которая вообще не указана в положении, то есть мы не ограничиваем их. Я так понимаю, заявки уже принимаются, желающие есть? Есть. Заявки принимаются, желающие есть, сейчас поступает очень много звонков с уточнением, да, потому что у нас есть определенные нововведения в этом году в конкурсе. Ну, они ежегодно происходят. Да, ребята звонят, готовятся постепенно, я думаю, что мы в этом году увеличили срок подачи заявок. До какого времени? До 21 февраля мы принимаем заявки. То есть время еще у всех есть. Может быть, тогда чуть более подробно поговорим об условиях, то есть срок подачи заявления до 21 февраля, возраст участников, сколько их может быть человек? Возраст участников у нас от 14 до 30 лет могут принимать участие, это не профессионалы, то есть это люди, профессиональная деятельность которых не связана с рекламой, то есть это начинающие, либо те, кто не считается профессионалами. Ребята могут участвовать как индивидуально, так и творческой группой, в составе творческой группы. Очень много у нас принимает участие студентов, также они могут принимать участие под руководством того или иного преподавателя, то есть они тоже оказывают поддержку. Самая большая группа, которая была на вашей памяти? Ну, бывало и человек по 20, и бывало, что в съемках могло принять очень много участия, там и 30, например. Но, тем не менее, в заявке именно указываются те ребята, которые участвовали в изготовлении этого видеоролика. Ну, все-таки там же номинации разные есть, и это не только социальные ролики какие-то, да? Вот давайте расскажем. В этом году у нас 4 номинации, 3 из них достаточно традиционные, они в большинстве конкурсов и в наших конкурсах, они тоже всегда. Это социальный плакат, социальный видеоролик, короткометражный фильм, и новую номинацию мы ввели, это социальная фотография. Посмотрим, насколько она будет популярна и актуальна. Я думаю, у нас фотографов очень много. Да, поэтому мы и ввели, да. Мы думаем, что если она будет популярна, мы ее оставим и в дальнейшем. Но со всеми условиями можно ознакомиться в положении, там как раз-таки написано, какие должны быть фотографии, сколько должен длиться ролик, если это рекламный ролик или если это небольшой фильм. А что касается отбора победителей, кто это делает и как? Это же сложно. Немного позже мы озвучим состав жюри, как правило туда входят профессионалы в сфере средств массовой информации, рекламы, также мы привлекаем общественников. Не менее 5 человек у нас будет в составе жюри, каждый из них работает индивидуально, он выставляет свои оценки каждой работе. Потом путем сложения мы определяем победителя, то есть у нас здесь невозможно кого-то подговорить, заставить, каждый работает индивидуально, поэтому все чисто и прозрачно, скажем так. Но вот хочу отметить, что практика показывает, как правило, члены жюри единогласны во многом в своих решениях. То есть очень редко бывает такое, что у нас какие-то спорные вопросы, вот в последние годы я даже такого не помню. То есть если это победитель, то отрыв он достаточно ощутим от других участников. Но все-таки возрастная категория такая, что, я так понимаю, обновление участников, оно происходит постоянно, да? Удивляют с каждым годом? Сейчас если вспомнить уровень работ, которые были в начале, я даже кое-что помню из них, да? И то, что приносят сейчас. Ну, всегда бывают, скажем так, бывают всегда и те работы, участникам которых нужно подрасти, да? И бывают очень сильные работы, которые запоминаются, которые мы можем еще вспоминать несколько лет. И более того, эти работы мы же потом используем и передаем в другие учреждения, и в ВУЗы, и в СУЗы, и ОМВД у нас запрашивает, и соцзащита. То есть сейчас много где расположены экраны, да, и это просто транслируется для жителей или там в рамках каких-то мероприятий для определенных аудиторий. То есть такой приятный бонус для всех, что ты не просто поучаствовала в конкурсе, а еще и веду свою работу где-нибудь в каком-нибудь учреждении. А есть какие-нибудь постоянные участники? Да, есть постоянные участники, которые участвуют уже на протяжении нескольких лет. Периодически они побеждают. Есть такие люди, которые вот мы запустили конкурс, они пишут и говорят, о, мы так ждали, наконец-то, обязательно будем принимать участие. То есть уже даже пофамильно там мы кого-то вспоминаем. И еще хотела добавить, касаемо участников, да, вот, вы говорите, запоминается, не запоминается, уровень разный. И когда мы подводим итог, мы приглашаем всех участников и показываем абсолютно все работы, чтобы ребята видели, да, на что и кто победил, и на что им нужно ориентироваться. Почему победила та или иная работа, и тогда у них не возникает вопроса, почему моя работа не победила, да. То есть они видят уже тот уровень, который некоторые ребята уже достигли. Подарки есть? Подарки есть. Второй год подряд мы победителям, то есть ребятам, которые заняли первые места в номинациях, вручаем денежную премию. Впервые она в том году была введена, и в этом году мы удерживаем наши позиции. Ну что ж, есть за что бороться. Я уверена, что желающих будет много. Полина, вам удачи с конкурсом, приходите потом с победителем. Спасибо. Ну, а мы на этом потихонечку будем заканчивать наше утро. И прощаемся с вами до понедельника. Всем отличных выходных, ну и, конечно же, в рамках... Прекрасного настроения. Само собой, в рамках Амурского областного телевидения вас ждет еще много других интересных передач от наших коллег. Но мы с вами бодро проснулись и готовы к финальному рабочему этого месяца. Ну что ж, пока-пока всем. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»